У морских свинок бывает диабет, оказывается. Бимама Привет! Это канал Бимама. И сегодня, начиная видео, я с тигриком. Мы в прошлом влоге показали вам, что наш тигрик заболел, что мы собирались поехать в больницу. И многие из вас написали, что очень жалко свинку, а что же с ней, а как же дела. Сейчас еще рано говорить о каких-то результатах лечения, которые нам назначили. Вместо этого я предлагаю вам посмотреть, как мы съездили к ветеринару, что мы там делали, как Настя себя при этом вела. И скажу вам заранее немного, спойлере, забегая наперед, что Настя практически сама все там делала. Узнавала, как нужно лечить, какие препараты, сколько, где, когда. И, к чести сказать, она это и делает. Это я тоже вам сниму и покажу во влоге. А пока что давайте вместе с Настей и с тигриком перенесемся в ветеринарную клинику. Поехали! Вот наша любимая клиника. Но очень хорошая. Там очень доктор хороший. Это тот, который лечил нашего тигрика, когда у него была операция. У меня личный папарацци. Тигрик в этом? Да, пойдем, здесь холодно, чтобы он не замерз. Я. Я тут, накрашенная. Все? Давай заходите. Хорошо. Тут действительно наш любимый ветеринар, к которому мы обращаемся. Ротолог, которая занималась нашим крысом, о котором мы вам когда-то рассказывали, показывали даже фотку. Которая ведет наших морских свинок, у которых бывают проблемы со здоровьем, но мы решаем их с помощью Ирины Борисовны. Заглянула, надела кота. Посмотрите на это. Это мне учение. Можно вытропать? Посмотрите на это. Пытается выбраться, и получается. Ну, такие уютные клетки, могу сказать. Посмотрите на эти глаза. Посмотрите. Какое оно миф. Я хочу прощупать. Ой, ой, а как кушает? Ну, мне вроде не нормально. Как резь набирает? Не теряет. Вы как часто взвешиваете? Редко. Вот с того момента, как вы заметили, что два дня глазик, до этого вы когда ее взвешили? Не два дня, вчера. Это вы глаза заметили вчера? Я не просто так, я хочу пощупать зубы. Я, конечно, их полностью не прощупаю. Потому что посмотреть, я не посмотрю, там одни щепы. Давай мы посмотрим твои глаза. Вот. Я вижу, вот видишь, что же это. Голубой просто. Да. Сардельки была. Мне кажется, в позапрошлом году. Прошло? Да, прошло вообще. Стандартная процедура взвешивания. 762 грамма. На серединочку ставим. На середину. И Настю заодно взвесим. Ну, это вместе одежда. Вес нету. 28,5. Настя заодно объясняет, как нужно закапывать глаза. Глазы протираешь внутренний уголочек. Но на каждой глазе... Она планирует сама это делать. То есть я той и другую стороной сделаю. У меня фурацелин. А у тебя будет отвар ромашечки тепленький. В той бумажке ты можешь прочитать. Там написано для больного глаза. Но я уже тебе сказала, глазки парные органы. Не соединяются. Поэтому в тот глаз... Как использовать и когда? Значит, смотри. Капельки, я тебе сказала, что они в глазу не будут уже через 15-20 минут. Они слезой вымоются. И они жидкость. Вот смотри, если ты ручки намылишь водой и встряхнешь, они через какое-то время будут сухие. Если тебе на руки попадет крем или масло, то их приходится долго-долго отмывать. Поэтому капельки с глазика вымываются очень быстро. Поэтому, естественно, тогда, когда вы чаще дома. Утром, наверное, ты ходишь в школу или там... Значит, вот утром вы промыли. И перед отходом заложили маску. И маска будет... Тут? Да, это маска. И маска будет дольше на глазике и дольше будет действовать. Когда вы придете домой, кто-то тебя со школы забирает. Ну, либо папа, либо мама. Либо папа, либо мама. Вы пришли домой, глазик промыли, закапали. Часа через 2-3 закапали. Часа через 2-3 закапали. К этому времени уже будет вечер. Уже вся семья, наверное, будет в сборе. Ночью все должны отдыхать. И он в том числе. И на ночь надеяться. Правильно. Ты совершенно правильно поняла. Потому что мазь хранится немножко дольше. На глазу сохраняется дольше. Это на 20 минут примерно. Поэтому в том назначении я тебе написала, что глазную мазь накладывать 2 раза в день. Логичнее это будет делать утром и вечером. А капельки 3 раза. Это желательно сделать днем, когда вас лучше. Консультация закончена. Мы все узнали. Нам все рассказали. Насте рассказали, как лечить ее свина. Капельки 3. И Настя обещает это делать прям. Мы узнали еще попутно много нового. Например, что у морских свинок бывает диабет, оказывается. И такие вот проблемы с глазами, когда они мутнеют. Но обычно два глаза. Могут быть связаны и с этим, например. Но это можно, я думаю, вылечить. Как и сахарный диабет. Ну, да. Будем надеяться, что все у нас будет хорошо. И у нас не будет второго глаза. Будем лечить свинов. И что вы думаете? Вон Дима приехал с Настей. Я слышала, как они приехали. Я хотела расспросить про тигра. Я могла выйти из спальни. Я думала, я раньше уложу колик. Конечно. Все равно все то же самое время. И заснул он все равно в 23-20. Вот как тогда перевели время. Он засыпал в 22-20. А теперь в 23-20. И хоть ты лопни. Сейчас расспрошу у Димки, что там наш свин. Но перед этим покажу еще одну мою неприятность. Ну, не то, чтобы сильно расстроилась. Но расстроилась. Я заказала себе куртку. Странную. Но мне кажется, что на каждый день рассветка. Прикольная. Она такая дурацкая-дурацкая. К ней цветной какой-то шарф. И будет хорошо. Я ее одела почти. И поняла, что я в нее не влажу. Это обидно. Сначала было очень обидно. И тут уже она на меня в плечах узкая. А потом я поняла, что что-то не так. Как бы даже не сделала. Не знаю, скотчем ее смотаю. Выдыхай, Елена, выдыхай. А потом, я думаю, посмотрю-ка я. Сейчас расстроилась. Посмотрела, какой размер. Кстати, как вам расцветка? Ну, если не привязываться к тому, что она на меня маленькая. Можно? Хотите, как он? Сейчас покажу кое-что. Смотрите. Мне, конечно, польстило очень. Но нет. У меня Элька. А мне прислали Эску. Я набрала телефон. Написала им сообщение слезно. Они совершенно так. Все-все, завтра у чекам пришлите, пожалуйста. За насчет туда-сюда все пришлем. Ну, и поругаться не получилось. В плохом настроении. Блин. Вежливость, понимаете? Вот выруливают люди на вежливости. Хотя я расстроена, потому что я хочу поехать на днях в белую церковь. Уже холодно. Думала, одену курточку тепленькую. Приеду, красивая. Уже. Ну, ничем. Это все будет хорошо. Ну, в общем, четкое. Нормальное. Может быть, что мне нравится. Честно говоря. А сейчас я ее сложу. К отправке подготовлю. Расспрошу, как там свинья. Как он был сложен? Дима, помоги. Как оказалось, он вам уже все рассказал в процессе. Не знаю этой истории только я. Давайте я уже за кадром у Димы расспрошу. У нас дети спят. Мы можем тихонечко поужинать. Посмотреть сериал полчасика. Сесть, монтировать влог. В процессе пить чай. Разговаривать. А вот приятность. Видишь? Они такие спят. Приятность в том будет, если вы напишите в комментариях что-нибудь полезное для нас, хорошенькое. Я еще очень люблю. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы получать все возможные оповещения. Многие написали, кстати. Ой, а я от вас так давно смотрю и что-то не думала, что надо подписаться. Это приятно. Подписывайтесь. И общаться в комментариях. Понимаете, почему это важно? Это фидбэк. Это ваша обратная связь. Живое общение. Это самое-самое ценное, что может быть у блогера. Ну, еще можете лайк поставить. Ну, это уже, конечно, перепон. Нет, нет, нет. Все, хватит клянчить. Короче. До новых встреч в интересных влогах. Скоро бабушка приедет. Кстати, хотите, я вам соберу влог? Бабушка прислала мне кучу видео с отдыха. Я так смотрю, что с этого влог можно собрать. Хотите бабкин влог? Пишите. Сделаю. Все, пока. Это была Би Мапа с Би Папой. До новых встреч. Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал DimaTorzok Субтитры подогнал DimaTorzok